Следующее, о чем я вам хотела рассказать, это мне пришла вот такая коробочка от марки Splat. Смотрите, как она мило выглядит, просто потрясно. Еще к тому же она и удобно открывается, вот так. И здесь средства для моего сыночки. Смотрите, сколько здесь всего, сейчас я вам покажу все по отдельности. Здесь много всяких паз, да, мы не любители чистить зубы, но все равно время от времени я заставляю ребенка это делать, то есть чищу ему зубы сама, потому что я считаю это необходимо, вот как бы он не сопротивлялся, все-таки нужно. Первое, что я здесь вижу, это три вот таких деревянных игрушки. Это вообще просто потрясно, конечно, мне так это поразило, что компания заботится не только обо мне, да, о уходе за моими зубами, а также о моих детках, вот, я это оставлю на маленького. Первое, это вот так они одеваются на палец, зебра, заяц и пингвин. Смотрите, какие они классные. Мне кажется, во-первых, это экологичные с дерева игрушки, во-вторых, ну, наверное, ничего он не откусит, кроме ушей, там и гривы. Вот, а так в целом. Также для маленького малыша вот такой прорезыватель здесь лежал в виде яблочка. Это очень лило, потому что прорезыватель никакие я не покупала, так как Кириллу не пригодилось. Вот, и срок годности до 2021 года аж. Фирма Бусинка. И прорезыватели, да, никакие я не покупала, поэтому вот этот очень будет, кстати, напробовано. И остальное, что здесь осталось, это зубные пасты. Давайте я вам покажу, какие пасточки здесь есть. И начну вот с этих пасточек, которые прям с нуля. Это две пасты с нуля до трех лет, вот такие. И здесь в комплекте входит напальчник. Первое вот это, это яблоко, банан и ваниль. В ваниль, яблоко, банан и ваниль. В обоих комплектов входит зубная паста и напальчник для чистки зубов деткам, у которых вот только начинают появляются зубки. Здесь написано, что также она на 99,3 безопасна при глотании, гипоаллергенная, с активным кальцием и экстрактом лакричника. С экстрактом лакричника не содержит фтор, мяту, СЛС, парабены и другие аллергены. И то же самое, все написано здесь, только здесь еще с ромашкой, календулой и алоэм и вера. Вот, мне, кстати, нравятся пасты с платы, детские в том числе, потому что у нас сейчас есть у Кирилла детская с мороженкой. Вот, и также мне нравится, когда на пастах написано с нуля до трех. То есть, мне кажется, вот это означает то, что эти пасты вообще безопасны просто. И последующие три пасты, которые у меня здесь есть, они уже с двух до шести лет. Это три пасты с двух до шести лет. Первая это молочный шоколад. Вот такая зебра тут грызет шоколад. Вторая биоактивная зубная паста. Земляника вишня. Тоже 2-6 лет. И последняя это с мороженкой. Вот такой пингвинчик кушает, держит мороженку. Она также не содержит ни СЛС, ни парабенов. Объем у этой пасты, кстати, я вам не сказала, 50 мл. Они очень такие миниатюрные, удобные. Помещаются у меня и на полочку, и в стакан. Мне очень нравится, что она небольшая, потому что большую пасту мы долго не можем закончить. А вот это самое то и в дорогу удобно, и дома хранит. Поэтому я очень довольна. Так, и осталась у меня тут декоративная часть. Я была недавно в магазине и прикупила себе кое-что из декоративной косметики. То, что хотела давно попробовать. Первая, конечно же, это новинка от L'Oreal. Это вот такая двухсторонняя тушь. Здесь с первой стороны, я думаю, все знают, белая основа, которая наносится под тушь. И со второй стороны уже сама непосредственная тушь. И у ней вот такая кисточка идет немножко изогнутая, как под форму завивки ресниц. Мне очень нравится эта тушь, понравилась. Я ее активно сейчас пользуюсь. Стоила она 500 с чем-то рублей. И единственный минус, конечно, то, что если нижние реснички красить, но это у меня у всех со всеми тушьями беда, что они отпечатываются. А так в целом она очень хорошо держится. Мне нравится эффект. Называется это, кстати, Superstar. В Instagram проходит так, конкурс. Нужно сделать макияж при помощи этой туши и такого же лайнера, выставить с хэштегами ЯСуперСтар. И можно выиграть в каком-то конкурсе. То есть не в каком-то конкурсе, а какой-то приз можно выиграть. Главный приз, по-моему, там или фотография на обложке журнала, или какое-то путешествие. Поэтому загляните обязательно в Instagram по ухэштегам и почитайте условия. Второе, что я прикупила, это очередной карандашик от марки Vivienne Sabo в оттеночке 107. У меня уже есть светло-розовый карандаш от Vivienne Sabo, но этот меня просто покорил. Я не знаю, вот он меня просто покорил своим цветом. Это тот самый цвет мой идеальный. Я с этим карандашом просто в последнее время не расстаюсь, постоянно им пользуюсь. Я, кстати, вставлю фотографию, как этот цвет смотрится, и вставлю фотографию с продуктами декоративной косметики, которые я вам сейчас показываю, которые у меня нанесены полностью на лице, были в тот день. И этот карандаш мне, конечно, нравится. Я наношу его полноценно вместо помады. Он не сушит губы, он очень стойкий, даже выдерживает перекусы. И что еще о нем сказать? Это моя любовь. Следующее, что я купила, это тени-однушки от марки Catrice. Также вставлю фотографию со свочем здесь где-нибудь. К сожалению, номер оттенка я отклеила, потому что здесь была вот эта магазинная штучка, дрючка. Я ее отклеила, но это первые тени одинарные, да, однушки в моей коллекции. Я их постоянно наношу, потому что цвет очень универсальный, цвет очень носибельный. Я пользуюсь именно каждый день, как и на все подвижное веко, так и как затемнение складки века. Поэтому вот эти тени мне очень понравились. Хочу попробовать еще какие-нибудь однушечки. Вот, напишите в комментариях, чтобы вы посоветовали, какие номера оттенков у Catrice, вот такие, которые на повседневной. И последнее из декоративной косметики, что я себе прикупила, это румяна. У нас появился стенд с маркой Seventeen. Я очень давно хотела попробовать эту марку и все-таки начала знакомство с румян, хотя очень хвалят их и матовые помады, и тональные крема, но я все-таки решила попробовать румяна. Вот так выглядит румяна. Я также ставлю свочек с фотографией здесь. И у меня это оттеночек 04 Rose. Это матовые румяна. Они шелковистые, компактные матовые румяна. Они потрясающие. У них такая стойкость. Просто я уже нанесла их в 8 утра и в 10 вечера пошла смывать макияж где-то полдесятого. И у меня все еще они были на щеках. Это одни из румян. По крайней мере, у меня нет никаких румян таких, чтобы они выдерживались только по времени. Поэтому это чудесный румяна. У них потрясающий цвет. Который подойдет, я думаю, любому светотипу. Это такой... Но он более холодный, конечно. Но все-таки, я думаю, подойдет всем. Вот их можно наслаивать. Они потрясающие. Просто стоит, я не помню, сколько. У них потрясающая стойкость. Потрясающее просто нанесение. Поэтому всем советую присмотреться вот к этим румяшкам. Я обязательно попробую еще что-нибудь с этой марки. Вот. И также вам советую попробовать. Если вы что-то пробовали, то напишите мне в комментариях, что вы советуете, что вы пробовали. Ну, на этом все, девчонки. Наконец-то я все закончила рассказывать. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Всех люблю. Всем пока-пока. До новых встреч.